Всем привет! Мы с мамой пришли на выставку. Вот, видите, у нас галерея изобразительных искусств. Здесь у нас проходит выставка, и я хочу вас взять с собой. Выставка называется «Полотняный фольклор». Для оренбургских хочу показать. Это галерея «Оренбургский пуховый платок». Находится на улице Володарского, 13. Это выставка рушников и полотенец. Сейчас подойду поближе и покажу вам, какие здесь представлены экспонаты. Видите, здесь их очень много. Здравствуйте, дорогие подписчики! Я хочу пригласить вас на выставку, уникальную выставку. Это выставка, которая сделана к 70-летию замечательного нашего коллекционера, профессора Аграрного государственного университета Оренбургской области, Аллы Владимировны Федоровой. Человек также уникальный, как и эта выставка, потому что большая часть этих вещей принадлежит ее частной коллекции, а часть принадлежит этнографическому музею Аграрного университета. И вот они здесь все собрались в нашем зале и вот так ярко представляют творчество русских, татарских, башкирских, чувашских мастериц. Ну а что такое полотенце, рассказывать не надо, потому что это и оберег, это то, что сделано руками, то, что туда вложена душа, что это действительно такая вещь, которая сопровождает нас с рождения. Ребенка мы принимаем на полотенце и гроб мы опускаем в могилу на полотенцах, поэтому полотенце всегда с нами, всегда рядом и в радостные дни, и в печальные дни. Уникальная вещь по всем понятиям, поэтому приходите, смотрите, наслаждайтесь. Много красного цвета, я считаю, что это у нас такой оленький цветочек здесь распустился в нашем городе, Оренбурге, в многонациональном городе. И выставка такая многонациональная получилась. Спасибо. А до какого числа будет проходить выставка? Ну она будет у нас до 19 мая. До 19 мая. То есть да, все желающие могут посмотреть, кроме понедельника, вторника, в любой другой день. В субботу, воскресенье мы открыты для посетителей, пожалуйста, приходите. Современный человек вообще не отличит, даже не поймет, что это конопля. Технологии такие были у нас уникальные. Потеряли, к сожалению, многое. А какого года эти экспонаты? Начало века, первая половина 20 века, вторая половина 20 века, где с каждым полотенцем надо подходить индивидуально. Поэтому где-то сохранены традиции, где-то что-то из журналов мод, из журналов, которые предоставляли россиянам вот эти вот изображения для вышивок. Была такая фирма Бракар, которая занималась парфюмерией и обязательно в свое мыло, в свою парфюмерию вкладывала вот такие схемы для вышивания. Вот это вот как раз бракаровские полотенца здесь вот с такими светскими какими-то вышивками. Ну очень много символики здесь любопытных. Вот о символике вам не могу рассказать. Вот могу пригласить научного сотрудника, он вам расскажет здесь и про калину, и про дубовые листья, и про виноград. Потому что все это на свадебных полотенцах одно изображается. Ну конечно же каждый рисунок на Рушнике имеет определенный символ. Вот например мы можем часто встретить дубовые листья. Это знак мужской силы, мужской энергии. Обычно вышивали в подарок жениху, невеста вышивала Рушник вот с такими узорами. Также можно часто встретить розу. Это знак любви, знак красоты. Также мы можем видеть часто вот встречающиеся, это такие вот вазоны, либо древо жизни они могут называться тоже как семейный оберег. Часто вышиваются и на свадебных рушниках. На свадебных рушниках также мы можем видеть практически всегда вышито птицы. Птицы это символ души человека, знак любви, верности. И в зависимости какая птица вышивается, тоже имеет свое определенное значение. Например, павлин это знак богатства, радости. Петух это тоже мужской больше знак. Два голубя, например, повернутые друг другу головами, это символ верности. Также мы можем видеть орнамент геометрический на Рушниках. Например, если ромба, то это символ солнца, плодородия. Ну и другие растения могут иметь определенное значение. Например, может быть вышито калина, это больше, так сказать, женский символ, тоже знак красоты. Женский образ берегиня, это тоже как оберег, такой вот символ обереговый. В основном, в основном там красный пряха. Пряха? Да, 1929 год. Настоящая пряха. Ну ее сверху, ее шерст накладывали и пряли. В сказках у Пушкина такие вот пряхи. Здесь уже другая техника. Здесь уже больше на гладь похоже. Да. Да, это и есть гладь. Вон цветочки. Гладью. Татарские полотенца, тесто связанное с обрядами, они часто входили в состав приданого невесты. Также полотенца преподносили в качестве подарка на сабантуй, например, и, конечно же, служили украшением жилища. Смотри, значит, татарские больше гладью вышивали, а вот там это украинские и русские шовчиками и крестиком, да. Абик вяжет. Смотри, вот настоящая гладь. Жалко, год не написано, да? Вот это гладь, да. Но это уже шерстяными, похоже, нитками. Вот эти вот хлопок, а вот эти, похоже, шерсть нет. Видишь, такие пушистые, пухлые вышивка. Да, там и кружево такое современное вышивало. Да, так сказать... Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А телефончик оставить мне? 770630 Спасибо Звоните, записывайтесь, приходите Спасибо А еще какими видами рукоделия Вы увлекаетесь? Флористику, картины засушенных растений Тоже проводим мастер-классы Очень интересные Это Ваша работа, да? С пилой и черешки листьев Девочки, это напилены Маленькие-маленькие пенечки Посмотрите, как интересно И черенки от листьев И черенки от листьев Вы сами придумываете, да? Да, да, да Вот такой зимний пейзаж Листья цинерария, шалфея, полы Девочки, это засушенные листочки Вы придете на мастер-класс И вас научат, как собирать эти листочки Как сушить Там определенная техника Это работа называется «Грибной дождь» Грибной дождь Это дубовые листочки, березовые, да? Нет, это листья груши Листья груши? Интересно Дубовые чашечки У меня мама увлекалась Блокнотики делала Тоже вот в такой технике Тоже с пилой И черешки Клена американского листьев Лимонад называется работа Как будто газированные пузырьки А чем вы пилите? Лобзиком Лобзиком? Лобзиком Все самостоятельно, да? Без помощи мужа? Ну, справляюсь Спасибо вам большое За такие интересные работы Также здесь можно купить Товары для творчества Краски художественные Рамы Кост Игрушки Ручной работы На этом я заканчиваю Свой репортаж С выставки Если вам интересно Приходите Оренбург Улица Володарского Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok